Здравствуйте! В эфире Афонтова новости, студия Димит Лабушев. И сейчас коротко о главных темах выпуска. Первый случай заражения свиным гриппом в крае. Митинг в поддержку президента Чечни. Что в Грозном делают красноярские депутаты? Снежную скульптуру победителя фестиваля «Волшебный лёд Сибири» сломали. Там две красненькие едут, последние. Добровольные регулировщики, молодая семья каждый вечер контролируют движение в Николаевке. Свиной грипп добрался до нашего региона. Два случая выявлены в Железногорске. Дети, один дошкольник, второй школьного возраста, были госпитализированы в инфекционное отделение ещё в начале недели. Накануне в лаборатории выяснили, что у них грипп опасного вида H1N1. Какие именно учебные заведения посещали дети, неизвестно. Впрочем, врачи настроены оптимистично и уверяют, для паники нет причины. Вот абсолютно ни у кого нет. Мы за Россию, мы за Путина, мы за Кадырова. Под такими лозунгами прошёл митинг в Грозном в поддержку президента Тични. 12 января на встрече с журналистами Рамзан Кадыров назвал внесистемную оппозицию врагами народа и предателями с критикой его высказывания выступил ряд политиков и общественных деятелей. В их числе красноярский беспартийный депутат Константин Сенченко. Он заявил, что Рамзан Кадыров позор России. Позднее Сенченко извинился, объяснив, что не хотел оскорбить никого лично. Однако интернет-сообщество поддержало красноярского депутата, запустив в сеть флешмоб Кадыров позор России. В ответ сторонники президента Чечни стали фотографировать себя с плакатами Кадыров патриот России. Ну а сегодняшний митинг в Грозном стал кульминацией всего этого онлайн-противостояния. Добавлю, сегодня в Чечне официальный выходной. И местные журналисты сообщают, что на митинг вышли около миллиона человек. Правда, по официальным данным, население республики всего-то 1 миллион 300 тысяч жителей. И как выяснилось, активное участие в чеченском митинге принимал коллега Константина Сенченко, городской депутат Сергей Суртаев. Он состоит в партии патриоты России. В Красноярске Суртаев известен тем, что примерно год не ходил на заседание горсовета. Никто ничего не знал о его местонахождении. Город он скоропостижно покинул сразу после того, как ему пришла повестка из военкомата. Через год по исполнении 27 лет Суртаев вернулся. Отступствие объяснил проблемами со здоровьем. Добавлю, в Чечню Сергей Суртаев отправился по собственной инициативе. За поездку заплатил сам. Также он выступил перед митингующими. Это моя личная позиция. На самом деле только положительные эмоции вызвало такое единение народа. Давно не встречалось, не видел, чтобы столько людей собиралось в одном месте в одно время. Действительно были представители со всей страны. Что касается, нужна или не нужна, здесь вопрос не поддержки Кадырова, а вопрос поддержки государственного устройства и вопрос поддержки курса, который взял президент страны. Политическую активность депутата горсовета Суртаева прокомментировал его коллега Константин Сенченко. Также он рассказал, что думает о митинге, который прошел сегодня в Грозном. Сенченко заявил, что правильнее было бы не отрывать людей от работы ради митинга. Если великий рученской республики грозят, действительно, пятая колонна, Яшин, Навальный, то, наверное, надо собрать миллион человек для того, чтобы его поддержать. Поэтому совершенно нормальная ситуация. Ничего из такого страшного не вижу. Другое дело, что сегодня рабочий день, пятница. Маленько меня смущает то, что миллион человек сегодня не вышли на работу, а пошли на митинг. Ситуация в стране экономической, сами знаете, сложная. Сергей Суртаев культовый депутат, очень известный депутат. Я, конечно, очень порадовался, когда увидел его на трибуне. Человек молодец, в Красноярске поехал поддержать в борьбе с пятой колонной. Могу только за коллегу порадоваться, пожелать ему всяческих успехов в борьбе. Он у нас известный воин. Решая транспортную проблему своими силами, с самодельными дорожными знаками и в ярких оранжевых жилетах, Владимир Изгарышев вместе со своей женой Вероникой выходит на дорогу, что ведет от четвертого моста в Николаевку. Здесь нет ни светофора, ни знаков, да и две машины толком не могут разъехаться. И каждый вечер образуются пробки и случаются аварии. Но вот уже неделю автомобилистам помогает семья Изгарышевых. С добровольными инспекторами дорожного движения познакомилась Юлия Бычкова. Перед дежурством горячий чай с травами и сладости. Впереди два часа работы на морозе. Много людей я ценила, которые выходят, прямо так лайк, ну как бы спасибо, прямо ходят с машины, там спасибо, спасибо, там руки жмут. Даже, знаете, как бы интересно этим заниматься. Жизнь семьи Изгарышевых изменилась неделю назад, когда Владимир решил стать добровольным инспектором дорожного движения. И начал по вечерам разруливать потоки автомобилей на дороге от четвертого моста в Николаевку. Смотрим, женщина просто не может забраться, сзади мужики кричат на нее спереди, там типа куда лезешь, она ревет, ну детстве-то некуда вообще. Здесь все давай толкать, как бы, ну и все, с того момента, как бы, и пришла идея, как бы, помочь, вот, как бы, вот, помогаем. А в связи с помощью нам даже люди, как бы, ну, начали, там, проезжать, там даже 5-10, там, кто-то 50, вчера вообще мужичок 500 рублей дал, представляете? Вот за этой дверью находятся наши помощники, которые нам, собственно, и помогают. Теперь маленькая кладовка в однокомнатной квартире превратилась в склад дорожных знаков. Их супруги сделали сами. Взяли несколько кусков пеноблоков и раскрасили гуашью. Каждый день берут их с собой на дежурство. Это вот мы сами сделали. И приколотили все это надо. И прикрутили, и приколотили. На посту Владимиру помогает жена Вероника. На улице худенькая девушка мерзнет быстро, но все равно вот уже 5 дней ходит на дежурство вместе с мужем. Эта девушка, она, откуда я, да, она, хочу вот выразить ей большую благодарность. Я очень счастлив, что такую встретил вообще, как бы, на своем пути. И я люблю ее очень сильно. Штаны на синтепоне, шерстяные носки и валенки. Владимир укутывает жену и утепляется сам. Правда, говорит, в сильный мороз, после двух часов на улице, даже в валенках ноги мерзнут. Бероника, помоги. Вот. И вот. В этих штанах можно сказать, без куртки можно выходить. Наслужим. По дороге в Николаевку Владимир из Гарышев капывает в снег рисованные знаки. Правда, вчера один знак украли, сегодня пришлось рисовать новый. Можно правильно ездить. Вероника дежурит на горе. С мужем переговаривается по рации. Регулировщики из Гарышева по очереди сообщают друг другу о скопившихся машинах. Вероника ни правил дорожного движения, ни марок машин не знает. Вся надежда на мужа. Там две красненькие едут последние. Да, Вероника. Принял, ждет. Я понимаю с полуслова. Внизу за машинами следит Владимир. Он пропускает автомобили в гору, когда Вероника останавливает встречный поток наверху. Приезжайте. Аварии на этом участке происходят регулярно. Автомобилисты просили поставить здесь светофор и подсыпать скользкую дорогу песком. Но ни того, ни другого не дождались. Поэтому-то так благодарны за помощь семье из Гарышевых. Вот уже неделю по вечерам здесь нет пробок, да и в гору подниматься не так страшно. Все потому, что сотнями автомобилей рулит хрупкая девушка на горе и ее решительный муж на въезде в Николаевку. Национальный герой. Здесь постоянно пробка собирается с регулировщиками. Гораздо легче по этой дороге ездить. Спасибо им большое. И только что стало известно, что дорогу с 4-го моста в Николаевку закрыли. Как сообщают очевидцы, там установили знак «Движение запрещено». А утром на дорогу высыпали несколько камазов снега. Сейчас на месте находится наш корреспондент Вика Столярова. Вика, скажи, действительно ли короткий путь закрыли? Да, Димит, действительно, мы сейчас находимся на месте на этой злосчастной дороге, которая ведет через Николаевку. Но что я могу сказать, проезд действительно открыт. Вот мы можем видеть, как машины поднимаются в гору, но тем самым ситуация такая не очень благополучная. Я напомню, что вот как ты сегодня уже сказал, здесь высыпали непонятную смесь со снегом, каким-то гравием и камнями. Это было с утра, но вот в течение дня местные жители, добровольцы уже поработали лопатами и вот это, ну, такое заграждение, можно сказать, уже расчистили. Да и машины, которые вот такие джипы, да, большие машины уже проездили и вот тоже раскатали немножечко этот снег, поэтому проехать здесь можно. Но получилось вот такая вот грязь, каша и машины буксуют и подняться вверх не могут. Вот, вот уже мы здесь стоим примерно полчаса и вот видим, наблюдаем такую картину, все, кто поднимаются наверх, сдают назад просто вереницей. То есть никто подняться не может. Сейчас мы можем поговорить с героем нашего сюжета Владимиром. Вова, здравствуй, расскажи, вот все-таки, что вообще было, откуда ты узнал сегодня про снег? Здравствуйте. Когда мы сегодня вышли сюда, на данный участок дороги, как бы мы заметили некоторые затруднения в движении машин. Ну и пошли, как бы, ну, посмотреть, что здесь случилось. И увидели на данном участке, в самом низу дороги, что неизвестные высыпали, как бы, приличную, как бы сказать, приличную гравию, что машинам затрудняет. И во время работы рассказали нам очевидцы, не очевидцы, а водители, которые приезжают здесь с утра, что утром, это рано утром еще, засыпали кучу. И эту кучу разровняли те жители, которые здесь ездят, автовладельцы, со своими внедорожниками. Ну и как бы получилось, что сейчас дорога в очень ужасном состоянии, конечно. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы обратили внимание на данный участок, так как он очень опасный. Сегодня недавно здесь была авария, как бы, пора уже заняться этой дорогой. Спасибо большое, Владимир. А мне остается добавить, что вот, если подниматься вверх, то на перекрестке улицы Брестская и Мелькомбинатская сегодня департамент горхозяйства остановил кирпич. Он начал действовать с 8 часов вечера сегодняшнего дня в связи с неблагоприятными метеоусловиями. И уберут его только 1 мая. На этом у меня все, Димит. Виктория, спасибо. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута. А мы продолжаем. Прокуратура выступила против домашнего ареста поставщиков ядовитого алкоголя. Напомню, вчера из СИЗО троих из шести задержанных отпустили домой. Такое решение 21 января принял суд железнодорожного района. Краевая прокуратура против такого смягчения и подала апелляцию о пересмотре решения суда. Напомню, в ноябре суд заключил под стражу организатора торговли поддельным виски и пятерых его поддельников. Они принимали заказы и развозили алкоголь по адресам. Теперь молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы. Добавлю, что в Красноярске от отравленного виски погибли 11 человек, 47 пострадали. Дмитрия Когана, возможно, переведут в одну из красноярских колоний. Об этом заявила адвокат родителей погибшей Жени Савельевой. Сегодня на предварительном заседании в Октябрьском районном суде рассмотрели иск о возмещении вреда. Сумма материального и морального ущерба составляет более 3 миллионов рублей. Адвокат Когана заявил, что эта сумма слишком велика и засомневался в ее обоснованности. Тем более, что студент-медик уже предлагал компенсации потерпевшим. Напомню, Коган во время судебных разбирательств предлагал родителям погибших по 1 миллиону рублей. И даже подбрасывал в почтовый ящик одним из них 150 тысяч. Но потерпевшие деньги вернули, а от выплат отказались, чтобы это не повлияло на приговор. В судебном заседании объявлен перерыв до 11 марта. Предложение о компенсации морального вреда в размере миллиона рублей, оно неискренне и направлено, что и учтено было судом в качестве смягчающего наказания вину. Поэтому мы это расценили просто предложение для суда с целью смягчить себе приговор. Вот и все. Сегодня рубль постепенно отвоевывает потерянные накануне позиции. Сейчас на бирже американскую валюту продают примерно по 79 рублей. Хотя еще вчера зеленый преодолел отметку 85, а евро оценивали в 93 рубля. Происходящее даже назвали черным четвергом. А в Совете Федерации предложили зафиксировать курс доллара на уровне 40 рублей. В красноярских обменниках стоимость американской валюты сегодня сильно различается. Кто-то, следуя курсу, продает доллар по 83 рубля. Кто-то перестраховался и выставил цену 87 рублей. Сегодня рубль растет на фоне дорожающей нефти. Баррель черного золота стоит выше 30 долларов и продолжает расти. Тем не менее, только в январе рубль обесценился почти на 15%. И это для красноярцев не осталось незамеченным. Только цены, что дороже становятся, только в этом сказываются. А вы от чего отказались в последнее время? Ну, от деликатесов. С чего-нибудь на юбилей не идем из-за этого. Да. Потому что подарки-то не на что покупать. На мне нет. Не сказывается. Потому что у меня нет столько финансов, чтобы рубль. Доллары я не покупаю. А с ценами что происходит? Ну, все, на полу я селюсь. Вы думаете, что это из-за того, что рубль? Ну, ждем повышения. Несчастливое селфи, снежную скульптуру победителя фестиваля «Волшебный лед Сибири» сломали сегодня ночью. Как выяснилось, девушка пыталась сфотографироваться на фоне снежной композиции под названием «Счастье». Но случайно задело ее, и конструкция рухнула. Разрушилось ледяное ограждение и одна из фигур. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения. После этого на набережную приехали полицейские и забрали женщину в отделение МВД. Охранники, которые работают на набережной, говорят, что часто предупреждают красноярцев. Со снежными фигурами нужно обращаться осторожно. Но толку от предупреждений мало. Говоришь, говоришь, ничего не понимают. Говоришь же, и камеры, и все слетит. Нет, мы ничего, ничего, да. Напомню, выставка ледовых и снежных скульптур «Волшебный лед Сибири» работает на набережной Енисея с 19 января. Скульптуры делали мастера со всей России и из-за границы. Ледяные и снежные фигуры останутся на набережной Енисея по традиции до весны. Уволить министра культуры края. Петицию с такой просьбой опубликовали в интернете. В ней люди обращаются к губернатору края, министру культуры России и к Владимиру Путину. И просят отстранить от должности Елену Мироненко. Причиной такой петиции послужил скандал с увольнением директора Красноярского музейного центра «Площадь мира» Михаила Шубского. Сейчас под ней подписалось чуть больше 200 человек. Тем временем сам конфликт постепенно сходит на нет. Елена Мироненко назначила директором музейного центра Марию Букову, которая проработала в команде Шубского 5 лет. А самому Шубскому предложено остаться в музее на новой должности президентом музейного центра. Вчера с министром культуры был разговор о том, что есть такая практика и у нас, и мировая, что есть такие почетные президенты. Но взять Антону, Евгену Александровну или другое что-то, где есть вот такая должность. Поэтому мы только проговорили, еще раз повторяю, как и что я сказать не могу, но разговор такой состоялся. Центр инклюзивного образования готовится к открытию подробностей сразу после короткой рекламы. Супермагазин бытовой техники от Видео 2000 предлагает гигантский выбор бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. У нас есть все. Наш ассортимент вас удивит. Все по низким ценам. Северный, Шумецкого, 1. Телефон 266-79-79. Впервые в Красноярске новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Внимание, внимание! С 30 января в Красноярском цирке грандиозное цирковое шоу Гиерадзе «Баронеты». Черные пантеры. Леопарды. Сигры. Медведи. Верблюды. 233-14-55. Категория 0+. В эфире «Афонтова новости» и мы продолжаем. Забрать жилье за нецелевое использование. Впервые в Красноярский суд постановил продать однокомнатную квартиру с торгов. Дело в том, что хозяин незаконно сдает ее в аренду под магазин. Помещение не оформлено под нежилое. Обычно собственники реагируют на предупреждение администрации района и до лишения квартиры не доходит. Но бывают исключения. Подробности в сюжете далее. Я сказала, вы идите, пожалуйста. Я вызову сейчас охрану. В этом пивном магазине журналистам не рады. Совсем скоро здесь его не будет. Помещение может уйти с молотка. По закону здесь не могут вести торговлю и предоставлять какие-либо услуги. С владельцем квартиры по улице Караульная, 38, специалисты администрации Центрального района вели диалог с апреля прошлого года. Здесь вместо жилой квартиры расположился магазин разливного пива. Оборудован отдельный вход, который не внесен в проект перепланировки. После предупреждения собственник не устранил замечания, поэтому дело было передано в суд. Предупреждали владельца неоднократно. Собственник даже не пришел в суд. В руководстве пивного магазина нам сообщили, что помещение снимают. В итоге дело решилось не в пользу владельца, что бывает крайне редко. Это, наверное, один из первых случаев вообще в России, когда по решению суда за ненадлежащее содержание жилого помещения у собственника изымают помещение. Мы ни в коем случае не хотим кошмарить бизнес, вставлять препоны бизнесменам. Мы говорим прежде всего о безопасности и о уважении к соседям. Магазины на первых этажах сегодня не редкость. В том же микрорайоне Покровске почти в каждом доме есть мини-маркеты. Например, на Дмитрия Мартынова, 29. Сразу две организации занимают здесь жилые помещения и ведут бойкую торговлю. Устранить нарушения владельцев просят управляющая компания и администрация. Но пока безрезультатно. Узнать, имеет ли собственник право сдавать какой-либо организации квартиру под нежилое, просто. Специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства для начала выезжают на место, составляют акт, то есть, если действительно факт подтвержден, использование жилого помещения под нежилое, есть момент фотофиксации и, соответственно, дальше уже передаются все документы к нам в отдел для обработки. А вот лишить квартиры собственников, которые незаконно устроили в помещении магазин, сложно. Чаще всего после первого предупреждения владельцы демонтируют крыльцо и возвращают с жилища в прежнее состояние. Либо договариваются со всеми собственниками и уже на законных основаниях открывают на первом этаже магазин. Арпинец, Итурян Эдуард Баглай, Афонтова, Новости. Путин против Ленина. Президент России обвинил вождя мирового пролетариата в развале Советского Союза. Это его высказывание уже осудили красноярские коммунисты. А политологи отмечают, обычно политкорректный Путин в этот раз допустил спорное высказывание. Тем более эти слова прозвучали в день смерти Ленина. Виталий Поляков сегодня разбирался, кто все-таки настоящий вождь в истории России. У памятника Ленину в центре Красноярска еще цветы поминальные не завяли. 21 января, 91 год назад, умер Ильич. Но Путина эти условности, судя по всему, не остановили. Правильно, важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так все, сама идея по себе. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизации и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Красноярские коммунисты такое простить президенту не готовы. Вождь многих поколений трудящихся приравнен к врагу. Секретарь Крайкома КПРФ Петр Медведев уверен, Советский Союз развалил не Ленин, а те самые сотрудники КГБ, которые утратили идеалы. Высказывание Путина, это очень серьезно. И к нему нужно отнестись очень серьезно. И вообще, есть ли смысл дальше такого президента иметь? 7-17 год не за горами. И поэтому этот момент очень важный для нашей страны. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что слова Путина – это его личная позиция. Никаких выносов тела из мавзолея, переименований городов и улиц не будет. Депутат Олег Пащенко уверен, что президент сказал, не подумав о последствиях. Кому угодно он это делает, непонятно. Но это не к месту совершенно. Надо объединять нашу нацию, а не искать. Мавзолей Ленин, давайте унесем, давайте принесем, давайте это. Если Ель Зельсина поднял наверх, то ты молчишь о Ленине и о Сталине тоже. Политологи видят в словах Путина и другой подтекст. Предполагают, что на грядущих выборах в Госдуму главным соперником партии власти вновь станут коммунисты. И это очередной удар по их репутации. Александр Чернявский считает, Путин по своей человеческой сути не может поддержать революционера. Путин, безусловно, консерватор. И ему сама идея вот этих революций, которые собрежены с кровью, с очень большой смутой, с хаосом, она ему просто внутренне глубоко чужда и противна. В социальных сетях предполагают, что Путин критикует Ленина, потому что при нынешних экономических проблемах боится народного бунта. Это вздор, уверен лидер красноярских единороссов Валерий Семенов. Я не думаю, что Путин боится. Потому что, ну, извините, руководитель государства с самым высоким рейтингом в мире. Притом это не надуманный рейтинг. Это как раз вот те действия, которые он совершал. На улице мы спросили, кто лучший политик, Путин или Ленин. Получили почти однозначный ответ. При Ленине не жил. Ленин это прошлое, Путин это настоящее. Путин? Ленин это наше святое, святое. А Путин это наше настоящее. Сталин. Сам Владимир Ильич, понятно, в этом споре участие принять не может. Но наверняка Ленин бы нашел, что сказать действующему руководителю капиталистического правительства. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое имени средство, взятых из капиталистов или из богатых. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтова новости. Долгожданный пандус для детей-колясочников в Центре инклюзивного образования начали монтировать. Напомню, вокруг его установки в доме на Копылово 66 шло множество дискуссий. В итоге жители все-таки дали согласие на открытие Центра инклюзивного образования на первом этаже. В ближайшее время он откроет свои двери для маленьких посетителей. Подробности в сюжете далее. Шестилетняя Ксюша готова часами осваивать новые тренажеры, которые недавно появились в сенсорной комнате Центра инклюзивного образования. Девочке очень нравится летать на Тарзанке, в то время как ее 12-летний брат Илья с диагнозом аутизм предпочитает мечтательно раскачиваться в релаксирующем гамаке. Пока что новое оборудование осваивают дети одного из педагогов будущего Центра. Но скоро здесь начнутся занятия с ребятами с ограниченными возможностями со всего города. В этом зале планируется проводить занятия по нейрогимнастике, которые способствуют развитию именно мозга, то, что важно нашим детям. Центр открывается благодаря энтузиазму организаторов и вопреки множеству трудностей. Мы уже рассказывали, как непросто было получить согласие жителей дома на установку пандуса для детей-колясочников. Но в результате договориться удалось. Уже в ближайшие дни долгожданный пандус появится, а Центр откроет свои двери для маленьких посетителей. На данном этапе у нас идет монтаж разного развивающего оборудования. То есть у нас закончены ремонтные работы, и мы, соответственно, монтируем все необходимое развивающее оборудование, мебель, создаем доступную среду внутри помещения. То есть оборудуем, насыщаем Центр всем необходимым, что нужно для его запуска и открытия. Плюс идет начатая работа по монтажу нашего пандуса. Открытие Центра ждет множество родителей и их детей. К примеру, такая сенсорная комната с тренажерами для развивающих занятий пока единственная в городе. Появилось также вот такое приспособление с наушниками. «Томатис» — стимулятор мозговой деятельности, который поможет запустить мыслительные процессы у детей с задержкой развития. Ребенок одевается на уши, и он прослушивает в ней музыку определенной частоты. То есть музыка обработана. За счет этого активизируются речевые центры. Ребенок становится более эмоционально спокойным. То есть данная методика показана практически для всех категорий детей, даже для детей, которые не имеют серьезных проблем в развитии. То есть, например, чтобы ребенок успешнее учился в школе. Скоро в Центре появятся гончарная и кулинарная комнаты Монте-Сори-Зона, интерактивные стенки и полы. Всего и не перечислишь. Все благодаря усилиям организаторов и грантовой поддержке. Вот только на грантовые средства невозможно купить самые простые, но необходимые в работе Центра вещи — полки, стеллажи, шторы и гардины. Необходимы также холодильник и электроплита. Сотрудники Центра будут благодарны всем неравнодушным красноярцам за помощь в организации работы с особенными детьми. Алина Мельчакова, Алексей Егоров, Афонтова Новости. Бесплатные путевки в лучшие детские лагеря могут получить 240 школьников Красноярского края. Конкурс на получение направлений уже стартовал. По его результатам, одаренные талантливые дети могут выиграть путевки на зимние и весенние смены этого года в лагеря «Артек», «Океан» и «Орленок». Организатором выступает Краевой дворец молодежи. Чтобы принять участие, надо зайти на сайт «мымолодые.рф», выбрать лагерь и смену заполнить заявку и отправить ее до 2 февраля. А победителей определит конкурсная комиссия по результатам рейтинга, где будут учитаны дипломы и грамоты учеников. Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 260 65 16. И к этой минуте это все новости. В студии был Димит Лабушев. Всего доброго. Завтра в субботу 23 января синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков температура ночью минус 22. Днем столбик термометра поднимется до минус 15. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. А в воскресенье в Красноярске также будет без осадков. Столбик термометра ночью опустится до отметки минус 22. Днем минус 18. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Где живут ваши клиенты? Все клиенты живут в квартирах города Красноярска. Курьерская служба «Зеленая почта» гарантирует доставку вашего предложения с точностью до подъезда. Только у нас вложение листовок в полезный еженедельник «Шанс». Звоните 205-2005. В начале каждого года мы начинаем новую жизнь. Покупаем абонемент в спортзал, записываемся на курсы вождения, меняем работу, находим в своем почтовом ящике новый журнал. Уже с 29 января ищите в своих почтовых ящиках обновленный «Шанс». Яркая обложка, еще больше полезных рубрик, гид по развлечениям и вкусные предложения для вашего кошелька. Телефон коммерческой службы 266-77-77. Возрастая категория журнала «16+.» Фильм Франсуа Озона «Рики». Должен вам признаться, ваш сын – это удивительная загадка для науки. В субботу в 11.30 на Афонтово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова